Мы на сегодня как бы аттестуемся как изготовители титановых паковок. Получается, у вас достаточно сложные специалисты на предприятии требуют. Мне очень жалко, когда готовые суда стоят на воде, и у них просто нет каких-то позиций. А потом случилось то, что случилось. Какой это продукт? Часть денег потратится на закупку нового оборудования. Оно будет российское? Не делите овец своих из государственных. Сейчас мы с Прометей вместе отрабатываем и получаем сертификацию перекова титана. То есть мы на сегодня как бы аттестуемся как изготовители титановых паковок. Мы и до этого это умели делать, но делали это сами для себя и в основном делали из паковок. Сейчас в плане технологичности, себестоимости, качества. Мы просто аттестуем собственное производство, покупаем слитки и перековываем их в паковке. Получим сертификацию Прометей на всех законных основаниях можем поставлять по другим предприятиям группы. То есть титаны мы учимся ковать. Когда идет сварка брони, мы тоже плотно сотрудничаем и также непосредственно ставим технологии сварки. Из сложных материалов, алюминий, там не требуется никакого согласования. Поэтому то, что мы используем, это сложные акашные марки стали, все титановые сплавы, алюминий, очень много достаточно идет для специзделий, обычные судовые марки стали, ну и легированные марки материала. То есть все это куется, отливается, варится там где-то нужно или механически обрабатывается. Получается у вас достаточно сложные специалисты на предприятии требуются от проектировщиков до каких-то уникальных сварщиков или еще что-то. А какие у вас есть, которых вообще нет? Прям редкие вакансии. На заводе? Да. В редкие вакансии? Ну нет, ну специалистами, слава богу, повезло. То есть я их могу критиковать, но они у меня есть. Но не ошибается, кто-то ничего не делает. У меня больше на сегодня проблематика именно набрать достаточное количество основных производственных рабочих. Значит, программистов и технологов. Вот велкам рабочие, программисты, технологи, конструкторы, наверное. То есть этих людей мне сейчас очень сильно не хватает. А специалисты узкого профиля на сегодня на заводе практически все есть. Может быть, еще бы чуть-чуть усилил направление именно Галиваники. Там есть небольшая проблематика у нас. В Самарина есть как раз Галиваника. Да, нет, Галиваника есть у меня. Но у меня в Галиванике есть некоторые технологические переделы, которые мне нужно нормально усовершенствовать. Чтобы там никакого уровня дефектности вообще не возникало. То есть это вот одно из направлений, наверное, которое могу сказать, что вот его надо немножко поднакачать. По всему остальному узкие специалисты в Сензаводе есть. А где сейчас можно взять специалисты по Галиваническим ваннам или что-то такое? Ну, мне кажется, и нигде. Их не готовят. Только каких-то старых, ну, просто переманивать кого-то, что вряд ли кто-то уйдет. Потому что это обычно люди возраста, они уже там на своем месте пустили корни, и их никак не переманить. Приезжают люди из других регионов. Приезжают? Приезжают. То есть такие точечные истории, как бы они приезжают. Есть кто-то, кто приезжает с Украины? С новых территорий? Да, вот с новых территорий есть кто-то, кто приезжает. Там же, я думаю, очень хорошо было развито судостроение, и кадры все хвалили. Я знаю, что они уже в Питере есть, люди здесь приезжают, но на заводе таких специалистов пока нет ни одного. То есть у нас специфика как бы только россияне, и пока люди не получат абсолютно свои российские паспорта, мы, к сожалению, как бы с учетом секретности вывыскаемых нами изделий, значит, не можем взять их специалистов на работу. Хотя, как бы, знаю, что там достаточно развитые промышленные регионы, я бы большое количество работников снова бы регионов пригласил к себе. Я просто знаю, я до всех этих историй часто был там, и в том числе на промышленных предприятиях, знаю, на что способны там люди, они бы нас очень сильно усилили. Но пока этого не происходит. Но есть же уже какие-то выдачи паспортов, нет? Есть, но я говорю, что конкретно пока у меня специалистов этих на сегодня на заводе нет. То есть мы зовем? Да, мы зовем. Недавно под РК мы как раз проводили совещание, как бы не мы проводили, а с нами проводили совещание, Евтухов. Когда мы говорили о том, чтобы производить серийные колонки, как бы мы все равно испытываем определенный демпинг стороны китайских производителей. И что требуется определенный, как бы, как китайцам, у них есть определенная дотация, как бы давайте выровняем наши шансы и частично при постановке на серию будем датировать собственные производители. Вот только за счет этого мы можем дать китайскую цену и выйти на рынок. Мне кажется, вы прям пойдете. И Евтухов эту историю поддерживает. Но помимо всего, в основном, можно вводить так классную историю с этими колонками. В смысле, что сильно помочь и судостроительным заводам, потому что, ну вот мы были на Красном Соруме, но очень жалко, когда готовые суда стоят на воде, и у них просто нет каких-то позиций. Ну, это же жалко. Ну, это, как это же, это, конечно, жалко, безусловно. Понятно, что мы находимся в такой ситуации, и это никто не виноват. Ну, или бессмысленно искать, кто виноват, и что делать. Вопрос в том, что если мы это можем сделать сами, это прям, ну, до этого мне казалось, что мы не можем. Мы, понимаете, в этой ситуации, как бы, я еще когда приходил в войска, еще когда не работал в войска, все равно ходили и говорили, давайте сделаем. Да нет, я просто до этого был часто поставщиком войск. Вот я работал на жёстких заводах в компании спецстал, я был поставщиком войска, я им поставлял определенные паковки, в том числе с механической работой. А у вас была освидетельственная войска пройдена? А? Освидетельственная войска. Я просто немножко про другое хотел сказать, что, как бы, не было такой задачи, никто ее перед нами не ставил, как бы, в тот момент времени войска, в том числе развития внутренних поставщиков. К сожалению, как бы, я тогда не был. Мы спокойненько покупали все оборудование за рубежом, нам с удовольствием все это дело продавали. Собственно, промышленный терял компетенции. А потом случилось то, что случилось. Мы говорим, так, подождите, а кто у нас остался? Кто еще готов? Вот, вот вы готовы. И те, кто готовы, как бы, тем, в принципе, Минпром как бы активно отдавал работу. И он и сейчас предлагает еще больше. Вот нам сейчас выделили миллиард триста семьдесят по пяти тематикам. Значит, часть денег пойдет в модернизацию производства. То есть новая инвестиционная программа примерно на четыреста миллионов рублей. Часть денег пойдет в разработку РКД. То есть это примерно там триста миллионов рублей, это на разработку и документацию. А все остальное, как бы, это уже на создание самих продуктов. То есть нужно создать продукт и его, как бы, поставить, вывести на рынок. И дальше, в принципе, деньги можно будет не возвращать, если мы покажем монетизацию будущих периодов. Если вы продадите то, что вы спроектируете, да? Нет, если я не продам то, что спроектирую, это само собой. Если я заключу новые контракты, и на следующие корабли уже будет поставлено мое оборудование. То есть я должен продать в два раза больше, чем получил субсидии. И тогда субсидии для меня будут безвозвратные. То есть, а при этом, причем, как бы, состроительные компании еще не все готовы покупать у меня, несмотря на поддержку Минпромторга. Мне их нужно будет в этом еще убедить, и их, и проектировщиков. Поэтому сейчас вот такая огромная работа, как бы, она идет, как бы, и с проектировщиками, и с заводами-строителями, и правильно, просто, как бы, именно сейчас потратить деньги Минпромторга, как бы, правильно вложиться в производство, в разработку КД, и вывести на рынок тот продукт, который можно будет продавать и использовать в новых проектах. Какой это продукт? Ну, у нас пять. А, это все те, да. На 1370 это пять продуктов. Это антикрен, это спокойствие, это ротор, это лебедка. Спускоподъемный устройство, вот, опять, все, вспомнил. А-образный, Т-образный, СПУ. То есть, в принципе, как бы, вот это все нужно будет разработать и на всех наших новых проектах использовать. А вы сказали, что часть денег потратится на закупку нового оборудования. Она будет российской или это необязательно? Станки. Это как? Здесь первое будет российское. То, что можем купить в России, все будет российское. А что мы можем купить в России из станков? Можете перечислить? Много. Мы можем, мы токарные станки покупаем, обрабатывающие центра покупаем, краны покупаем, потом оборудование металлорезки, плазменная, там, лазерная металлорезка тоже покупаем у себя. Не можем покупать некоторые уникальные станки механической обработки. То есть, вот это пока, к сожалению, как бы, не все на сегодня освоено. Вот, допустим, хейнговальные станки там, да, или заточенные, там, заточенные станки специализированные в России пока их не производят. Поэтому вот под них Министерство промышленности торговли дает справку. Мы покупаем, но теперь не европейское, а азиатское оборудование. Если до этого азиаты, европейцы мы покупали в основном, то сейчас покупаем азиатское оборудование, то, что нам сегодня доступно. Потому что европейцы все производят, как бы, но санкции не позволяют нам его использовать технологии. Ну, а вы смотрели, оно качественно, хорошее? Да, конечно, безусловно, конечно. Прежде чем что-то купить, мы, конечно, проверяем, где стоит, как работает. А уже где-то проверяете, где есть. Да. А сколько сила площадь сейчас, пролетарского завода? 27 гектар. Гектар. А это, что, и в центре города? Ну, да, вам о чем. Хороший качок земли хотите? Нет, ни в коем случае. А вы сами далеко живете? В Колпино. А сюда удобно как-то добираться, я просто? Ну, если кольцевую дорогу не ремонтируют, то чем даже. Реша, расскажите, насколько задействованы все гектары и сдают ли вы, может, что-то в аренду? И если строить подводную лодочку, то есть ли где? Ну, для подводной лодочки места нет. Не переживайте. Да, строить мы здесь и не планируем. У нас, к сожалению, это недоступна, наверное, сетопция. У нас обувская оборона нас отделяет от Невы, поэтому мы даже в речку никак не выйдем. Поэтому никаких строительных мощностей мы здесь развивать не будем. Значит, мощности застроены очень достаточно плотно. Порядка 50-60% это коэффициент застройки. Достаточно хорошо. Аренда? Да, аренда очень сильно развиваем. Потому что когда-то в советское время на заводе работало порядка 10 тысяч человек. То есть, соответственно, мощности, площадь по площадям, они, как бы, некоторые были переразмерены. Поэтому сейчас в свободной площади мы обязательно сдаем в аренду. Единственное, у меня, как бы, обязательное требование. Я не сдаю аренду компаниям, которые занимаются подобным видом деятельности. То есть, никогда. То есть, вот это как бы это табу. То есть, занимаешься, как бы, декоративной обработкой камня, пожалуйста, как бы, ты, welcome, как бы, иди к нам. Занимаешься, как бы, там, имплантами из титана, пожалуйста, welcome к нам. Сложно ради электронного оборудования тоже. То есть, все, что не пересекается с нашим. Шипы для лес, для автомобильных шин и для грузовых в том числе. То есть, с нами не пересекается никак. Ребята организовали серьезное производство здесь по разным направлениям. Более того, сейчас с учетом вот этих вот арендаторов, как бы, мы даже начинаем претендовать на определенную, как бы, там, как это правильно называется в Петербурге, значит, под которой получаются льготы, там, технопарк или бизнес-парк. Значит, соответственно, мы собираемся, как бы, с существенными, с серьезными арендаторами, которые здесь у меня работают, и заявляемся о том, что мы, как бы, зона инновационного развития, потому что очень много номенклатуры, и они выпускают, и мы здесь выпускаем. То есть, вы можете стать, как это, экономической зоной? Ну, свободной экономической зоны точно нет, но получить определенную льготу от города за счет того, что мы развиваем, как бы, на этой площадке производство, как бы, и не только наши, как бы, а и с арендаторами, как бы, ну, об этом вот мы с городом договорились. А есть такое, что вы, наоборот, посмотрели, ну, то есть, вы достаточно хорошо знаете явно своих арендаторов, что вы посмотрели, ага, это интересно, можно у нас как-то использовать. Все-таки есть такие, есть такие, есть такие. То есть, что-то с шипами будет? Нет, шипы нет, как бы, вот, ребята, которые занимаются плотной керамикой, как бы, они молодцы, как бы, вот, надо с ним плотно поработать. Но это уже на новых перспективных направлениях, потому что есть направления, которые занимаются аддитивными технологиями, а есть некоторые направления, которые занимаются использованием альтернативных материалов. Поэтому вот аддитивка – это одна история, а вот использование других материалов – это вторая история. Поэтому я думаю, что, как бы, на перспективу можно будет с ними поработать. Ну, и с ребятами, которые занимаются, как бы, электронной компонентной базой, современными электронными системами, ну, с ними тоже надо будет активно посотрудничать. есть люди которые как бы на территории предприятия как бы так это на перспективу может быть интересно сотрудничать нам недавно обратилась компания сказали что они как раз у вас арендует площади и сказали что саша как это называется не сказали что здесь какие-то выбросы до с единственное место где им разрешили это делать с экологией связано саш как там есть сброс на какие то есть может очистить и сейчас назовите на зоне компании здесь не будет но я потом перейти и сказали что и наброток у вас разрешили вот такое производство организовать может быть я про выбросы неправильно сказал наоборот что-то у вас есть какой недавно приходили ребята которые планируют делать специальные присадки для этих смазочных материалов да то есть какие-то хилата не куда но при этом причем как бы единственно что я сказал что кабалки я готов уделять площади но при этом если экология как бы сбросов будет полностью соответствовать требованиям санпина но вы единственно кто им разрешили они нам сказали где и где это можно сделать но я еще пока не разрешил я мы все они зашли как бы да на площади они зашли но если при этом при всем как бы они это требование не буду соблюдать а будут определенные сбросы которые будут фонить на речку на счета они как зашли так и вышли прям приходите проверяется дата но и специальные люди которыми этим заниматься не к самому к сожалению как бы я часто хожу по основным производственным цехам вот это постоянно регулярно там ежедневно или там еженедельно то есть посмотрим основные технологические переделы до в дополнение к моим видеокамерам которые стоят на основных участках именно технологических участках то есть плюс еще дополнительно сам сам значит по арендатором как бы время не хватает поэтому ходит у меня специально подготовлены люди раз вы заговорили про камеры сейчас модно такой понять как цифровая верфь что кстати цифровизации на пролетарке как обстоят дела ну отлично ну что расскажите что нет у меня только роботов наверное работа в трубе зайдем на и пока не ну пока и пока еще нет вместе же роботизированные станки роботизированные комплексы да вот роботизированные комплексов пока нет но у вас на несложные обрабатывающие центра конечно же современнейшие пяти-шести координатный даже это все есть а вот там где вот уже их управляет не человека робот или робототехнический комплекс который заменяют там сварщик а вот этого пока нет но при этом как бы естественно 3d проектирование безусловно да значит 3d моделирование написали управляющих программ конечно же да значит станке и как бы с чипом который как бы работаю по плещем безусловно до контролем заменительный машины которые уже потом фактически измеряя детали значит как бы дают сравнению фактическое состояние деталей 3d модели это конечно да это все же было условно реализованное вы сегодня сможете об этом убедиться Значит, осталось только заняться плотной роботизацией некоторых технологических переделов. Но сложность у меня пока только такая. У меня нет серийного производства. У меня в основном или мелкосерийное, или штучное. Поэтому внедрять роботы в таком производстве всегда сложно. Поэтому, я думаю, к этому потихонечку подойдем. Что касается… Вместе с организацией серийного производства. Да, да, да. Типа рулем того, кого. Что касается заводов, вы же ездите на судостроительные заводы России наши. но на судостроительные заводы российские ездить я буду регулярно как вам наша завода на кроме янтаря который явно вам нравится не ну почему как бы я в практически на всех наших заводов бываю но питерские наши все заводы балтийские северный верфь адмиралтейские там выборские рядышком средненевские там нескольких заводы то есть там янтарь там не тот же как бы который мы с вами рассказали и у цсс сейчас мы активно плотно начинаем сотрудничать я по астраханским заводом проехался наше северо-админске предприятие которые даже страшно говорить в эфир это все маши звездочка который делает уникальнейшие вещи конечно же эти технологии заводы все знаю на всех на этих заводах наших был предприятие группа иска ну пока как бы не говорим про там зеленодольцев которые как бы немножко самостоятельно от нас развиваются значит я не побывал на верфях которые когда-то продолжаю входили в калашникова значит я имею ввиду рыбинск рыбинские там вот это вот все верфи но с учетом нового назначения как шоу и сегеич я думаю что я и до туда в том числе ближайшее время дает на красном сорву вы конечно есть какой-то предприятие которая что-то вы для себя берете как для прилетарского завода ну или немножечко другая схема это безусловно как бы я видит я беру ото всех если честно как бы я приезжаю как бы смотрю у всех как бы что-то сделано кому кого что-то сделано лучше конечно же я стараюсь уже как пылесос как бы все эти деле к себе тащите все это идеи у себя реализовать поэтому сказать что как бы с кого-то я четко беру там ролевую модель поведения как бы ну наверное таких лет не от каждого от каждого понемногу и обязательно что-то новое приезжают на севмаш вижу что у них там сделано очень хорошо определенные вещи как бы ты это смотришь и потом приезжаешь и у себя это все делать после каждой командировки с каждого завода я стараюсь это что-то отдельное привести я на имела ввиду даже не систем управления больше да вот то что как раньше занимался производственной системы как у вас такая примете производство системы это как ее не отделить от производства это среда такая вот и вот именно те инструменты которые есть это бизнес-инструменты те проекты которые реализуются это бизнес-проект то есть я не отделяю развитие производственной системы или внедрение инструментов как бы развитие самого производства это единый непрерывный про я понимаю я знаете просто говорю но вот я тоже езжу по разным заводам и везде везде все по-разному Но вы же видите, абсолютно нет. Я даже когда вот сейчас начала с удостоверительного завода России, хотела всем показать. Вначале хотела сделать какой-то единый сценарий. Не получается. Невозможно здесь так, там вот так. Ну, то есть вот последнее, где мы снимали сейчас, это буквально пару дней назад Красная Сормова. Там вообще какая-то другая вообще. У них много вот этих стендов. Ну, больше, чем у всех. Какие-то вот, чтобы взять лист, нужно вот подойти, взять карточку на карточке, что-то там у наших. Но с другой стороны, это же не цифровое, еще не цифровая вверх, если ты берешь карточку, смотришь 13, 14, 18. Но это увеличило скорость для того, чтобы взять нужный тебе лист для резки металла с 30 минут на 5. Ну, это круто. Вот у вас как с этим? Ну, опять же, смотрите, пойдете по цехам, как бы некоторые вещи, которые реализованы на пролетарском заводе, как бы рекомендованы к реализации на предприятии группы СК. Они еще там не реализовали. То есть, ну, я это протащил, как бы, свою прошлую жизнь, как я иногда называю, потому что, как бы, опыт работы на других предприятиях говорят о том, что, как бы, многие вещи мы там реализовали достаточно давно. То есть, по некоторым моментам судостроительные отрасли чуть-чуть отстали, как бы, в части, как бы, внедрения современных инструментов в производственных системах. Но они прямо активны. Сейчас-то последние 5 лет их наращивают. Последние 5 лет, как бы, да. Ну, вы видите, как бы, у нас на заводе, как это активно наращивают. Мы же договорились. Буду рассказывать, да. Вы видите систему техническо-обслуживания, ремонта оборудования, вы видите систему мониторинга работы оборудования. То есть, вы видите, организация рабочих мест на участках. То есть, это все будет, все вам будет видно. Но это лучше смотреть, лучше в цехах. И курс совета, как бы, на пролетарском заводе тоже проводилось несколько коррекционных советов, где я коллегам рассказывал, как бы, о своей практике лучше, как мы это реализовали здесь. А потом также через эти курс совета я еду, как бы, слушаю, как хорошо организовано что-то на северной верфи. То есть, они у вас тоже встречаются? Да. Все. Мы все собираемся. Когда вот эти вот недели проводят. Курс совета мы собираемся все, да. Поэтому каждый смотрит что-то для себя, что можно использовать на собственном предприятии. Но я с вами согласен, единого какого-то стандарта, как бы, вот возьмите вот это лучше с этом заводу, вот это на этом, а это за этом, а это на этом. Вот такого, так бы, идеальной картинки, как бы, да, пока его нигде не сформировано. Ни одной такой идеальной верфи я пока не уйду. А вы следите за тем, что делает сейчас вот Корабелка, разрабатывает для Росмурпорта, для Нежского завода цифровую верфь. Как ты это осматриваете? Или то, что северная верфь делает тоже в том числе? Глубоко не погружу. Я вот сегодня, как бы, очень много времени уделяю, как бы, именно развитию пролетарского завода, вот Центр производства специализации машиностроения, очень много времени на это уделяю. Вот в эти два проекта, как бы, я про них знаю, как бы, но глубоко туда не погружу. Хорошо, тогда вопрос такой, может быть, странный. А что-то для судоремонта предприятия делают вообще за счет того, что, может быть, резко что-то нужно отремонтировать, а... Ну, запчасти, на самом деле. Перевозят, да? Тут очень много объемов, очень много внимания уделяемый на поставку запасных частей. Поэтому это самая лучшая клиентно-ориентированность. Когда ты можешь, чтобы оборудование поставить, а еще и запчасти. У меня однозначно отдельный руководитель проекта, который четко следит за том, чтобы запчасти вовремя отрабатывали заявку, быстро изготавливались и поставлялись на верфи. И потом мои еще шефы, шеф-инженеры, которые как бы вместе на других предприятиях ремонтируют наше оборудование. Поэтому мы в судоремонте, мы постоянно, везде. Но не только же ССК? Не только ССК, с любым судоремонтом? Нет, конечно, это не только с любым заводом. Как в большей степени это заводы Министерства обороны, ну, специфика наша такая. Значит, ты предприятия группы СК. То, что на гражданку мы пока еще мало... В советское время у нас было много, где везде мы были, короче, в советское время. А вот я прочитала, что вы даже для метрополитена что-то делали. Сейчас что-то есть такое или некогда? Мы делали проходную щит для метрополитена, да. Сейчас, кстати, по-моему, у меня коллеги с Набуховского завода, значит, за это взялись Алмаз-Антей, да. Значит, нет, на сегодня как бы вот такое что-то как бы совсем не из нашего профиля, но на сегодня мы не выпускаем. То есть было советское время, когда завод переходил с выпуска паровозов и электровозов, то есть такое направление железнодорожной направленности именно в судовое направление, как бы, да, тогда они еще параллельно с этим делали много что другое. Были пароводческие щиты метрополитена, сваеводавливающие машины, потом оборудование как бы для изготовления комбикормов, то есть что только здесь на заводе не делались. А сейчас, как бы, специализирует завод уже четко под именно судовое комплектующие оборудование, и все-таки основной вектор мы развития, и мы берем, ну, как ведем именно туда. Что делали в военное время? Что делали? Ну, это, можно сказать, музей, как и все заводы. Это, как и все заводы, мы потихонечку, все для фронта, все для победы. Оно что-то такое, знаете, когда потом делали, ну, то есть все делали там какие-то мебель, вот это все такое, что-то тоже выпускали, наверное? Ну, как бы печки, буржуйки, там вот это все, снаряды и прочее. А сейчас, ну, помимо судостроения, тоже большие провалы, я так понимаю, на железной дороге к вам как-то обращаются, или вы все-таки сконцентрировались на машине? Мы сконцентрировались на двух направлениях. Это судостроение и энергетическое машиностроение. Вот тепловые атомные электростанции, потом маленькая генерация, как бы, на нефтегазодобыче, значит, там, где мы еще присутствуем, на Ватеке, в Газпроме, и судовое машиностроение. То есть мы все-таки взяли развиваться именно те ниши, те рынки, на которых мы присутствуем. Так, еще я забыла спросить про мой любимый UCSS. Это, получается, с вимпелом, да, продукты будете поставлять на контейнеровоз? Нет, на самом деле не совсем контейнеровоз. На контейнеровоз мы тоже, как бы, внимательно смотрим, но пока еще ничего не отконтрактовались. Мы смотрим немножко другое. Мы изделили так называемое МСЧа по тем заказам, может быть, и на контейнеровоз в том числе, как бы вот изделия МСЧа, там, где уже нет мощностей на UCSS, в первую очередь, механообработка, механосборки, сварки. Как бы мы именно подведем, значит, поставим плечо именно в этой части. Будем изготовлять всякие разные, как бы, расцепухой МСЧовой номенклатуры, так по-простому, если. Там в большом ассортименте огромное количество, в фланце, в варыши, как бы там, и много-много-много ничего другого. Значит, с крупного оборудования пока, как бы, там, глобально ничего не планируем. А сейчас активно, сейчас с ним пытаемся вписаться в тему именно землеснарядов. Я так показываю. По землеснарядам, да, вот именно вот это, да, они, как бы, вот так вот работают. Там сейчас насосы стоят, да, уже вот так вот не работают. Хотя у них там есть, да, и фреза, и ротор есть, там, два типа землеснаряда. Вот именно то, что, как бы, сделали голландцы, вот мы сейчас вместе с институтом, как бы, пытаемся сделать пусконаладку на голландском оборудовании, с которого сбежали, как бы, все иностранцы, как бы, с другими питерскими, опять же, компаниями. Вместе с Airflot, да, который сейчас документирует документацию? Ну, Airflot, отчасти, да. Airflot, он сейчас пытается делать документацию альтернативную к голландцам. А мы говорим, ребята, давайте мы вам повторим, а может, даже лучше именно голландский дизайн. Поэтому они сейчас делают упрощенный вариант землечерпалки, а мы сейчас, как бы, запускаем именно голландский вариант. Если голландский вариант покажет свою производительность на наших речках, значит, то мы тогда предложим, опять же, Минпрому, как бы, там, Airflot, то, значит, или заказчику, в основном, значит, перейти на голландский вариант. А речь вот путь, да, заказчик? Речь вот путь, заказчик. Скажите, ну, вот в связи с тем, тогда вопрос, что такое, отслеживаете тенденции, что будут в ближайшее время строить, или вы настолько сейчас загружены тем, что у вас есть, вы берете все, что вам дают, и не успеваете что-то планировать? Или есть какой-то прям такой, подсобрались, подождите, давайте посмотрим, что в ближайшие пять лет актуально будет как-то развиваться? Конечно же, внутри группы есть четкое планирование, четкое понимание, что мы будем строить и по гражданскому флоту, и по военному флоту. Поэтому, опять же, через Центр производства специализации машиностроения, где УСК свою роль выполняет, пролетарский взвод выполняет свою роль, как бы, и координирует общие действия. Мы понимаем, что надо развиваться, как бы, именно под эти продукты и на этих проектах. То есть, более-менее, как бы, через УСК у нас это направление, оно забалансировано. Значит, внешние рынки, как бы, мы сегодня берем чуть меньше. Но, опять же, это связано, в большей степени, даже не с оборудованием, да, как бы, а там, ну, технологическим, а с рабочим. То есть, я сейчас должен удовлетворить, как бы, поставить на производство новые продукты, значит, удовлетворить полностью предприятие группы УСК, как бы, и уже набрать достаточное количество людей, чтобы уже потом спокойненько удовлетворять и другие соустроительные предприятия. Запросы приходят, но похвастаться, что вот я не с предприятием группы УСК, с каким-то заводом подписал хорошие контракты, но пока я так и похвастаться не могу. Ну, зеленодольский завод, вот я с Мистафом общалась, он говорит, что вот он как раз-таки на ВРК, а на эти сильные смоты прям есть такая, он такой, я прям вот... Он смотри, когда начну их производить. Да, да, он ждет. Нет, по мелочам с зеленодольцами, конечно, мы работаем, как бы, ну, так как мы же очень много изготовим и оборудование гидравлики, поэтому для системы вооружения, для других систем, как бы, очень много используется, как нужно гидромоторов, гидрораспределителей, которые частично я делаю, как бы, там, частично, как бы, мои другие питерские конкуренты, скажу так, или коллеги, да, выпускают. То есть мы все равно, как бы, принимаем участие везде, там, и в Дагестан поставляем, как бы, на Гаджиево продолжаем поставлять, как бы, да, зеленодольц продолжаем поставлять, но это, как бы, небольшие объемы, как бы, такие маленькие заказики. А что касается тогда других МПСВ, я просто сейчас подумала, там же тоже должны быть обязательно краны, и к вам обращались другие проектанты, потому что сейчас тенденция такая пошла, что раньше делал МИП, а сейчас есть и Nordic Engineering, и МИП, МИЦСПБ, и, ну, и тот же МИП продолжает проектировать, и они, вроде как, ну, если так прям присматриваться, они сильно разные, но функционал-то один и тот же, да, и все равно нужен кран. Кто-то к вам обращался из других проектов? Сейчас, смотрите, если бы, опять же, вернулись к крану, как бы, да, сейчас кран, как бы, есть разные проекты МПСВ, да, вот на МПСВ-06, который, как бы, на Интерребуме устроится, кран поставляем мы, а на МПСВ, который строится на Зеленодольщиком заводе, кран будет поставлять группу компаний SMM-RUS, то есть это, в принципе, как бы, ну, такое, я считаю, сбалансированное решение, когда, как бы, два производителя, ну, вдруг у кого-то не получится, вдруг еще какое-то, то есть будет у заводов-изготовителей два производителя сложного этого оборудования, ну, успехов SMM-RUS, значит, постановки на производство, это сложная, достаточно большая задача, им тоже очень много нужно будет решить. Но они же не специализируются на такие, ну, как и другие, в принципе, в России, согласны. У них немножко другие, я поняла, все, я согласна. Ну, поэтому, как бы, коллеги приняли такое решение, что, как бы, они не будут все корзины, все яйца складывать в одну корзину, как бы, на самом деле, есть группа компаний SMM, как бы, я по них, вот я говорю, когда есть прямые производители, как бы, не перепродавцы, прямые производители, я считаю, что это их и партнеры, и конкуренты, да, но в этой ситуации, там, SMM, у меня конкуренты, на будущее, может быть, партнеры, но они честные производители, хотя они очень сильно раскручены к производственной мощности. Расскажите, может быть, все-таки есть какой-то у вас рецепт хорошего корабела, несмотря на ваше образование? Ну, я в прямую не корабела, больше, на самом деле, машиностроитель, хотя по образованию корабел. Ну, хорошего сотрудника. Хорошего сотрудника. Да, давайте так. Ну, наверное, как бы, смотрите, вовлеченность, то есть, наверное, все, что ты делаешь, ты должен быть максимально вовлечен, значит, это важная история. Ну, мотивация на результат должна быть, то есть человек должен быть абсолютно заряжен в результат. Лояльность компании, безусловно, тоже важная история, когда ты работаешь в большой группе компаний. Ну, и клиент-ориентированность, их, наверное, две, внешняя клиент-ориентированность, когда ты работаешь на заказчика, И внутренняя клиент-ориентированность – это правильное выстраивание бизнес-процесса. Когда ты не мешаешь работать с собственным коллегами, а когда ты реально помогаешь и способствуешь работе, выстраивая правильный внутренний бизнес-процесс. То есть вот такое симбиозное качество позволит дальше развиваться в нашей промышленности. А есть какая-то книга, которую вы читаете или последнюю, которую вы прочитали, не профессионально? Мне по работе приходится читать каждый день, наверное, по два тома «Война и мир» переписки и техническая документация, которая непосредственно через меня проходит. Это просто огромный объем информации, поэтому в большей степени, наверное, я сейчас с книгами не дружу. Ну, детские. Детские дети, ну, у меня дети подросли уже. Хорошо, а вот если можно про детей в плане того, что куда учиться пошли? Что бы вы сейчас посоветовали студентам, не вашим детям? Ну, у меня ребенок закончил, вот, защитил диплом, когда-то, четыре дня назад. Закончил МГДУ имени Баумана, факультет машиностроения. Куда пойдет работать? Возвращается в Питер, сейчас будет выбирать, какое предприятие группа выберет, значит, или другое предприятие группы, питерские. Поэтому это его уже будет выбор. То есть я, в принципе, познакомил его как бы с различными местами работы, где бы он мог работать. То есть, соответственно, как бы теперь уже выбор, какое предприятие он выберет в Санкт-Петербурге. Почему он не в Питере учился? Был период времени, 7 лет, я когда жил и работал в Подмосковье. Значит, в Москве и Подмосковье. Поэтому как бы я там жил, и тогда семья переехала со мной. Поэтому сейчас мы вернулись, а ребенок там на какое-то количество лет задержался. Вот сейчас возвращается. Расскажите, а сколько у вас образование? И насколько вы много, я знаю, что в группе ОСК очень много приветствуется дополнительное образование, если, конечно, на это есть время. Ну, колледж авиационно-приборное строение говорил, армия школы жизни им сказал, морской технический университет сказал. Кобыстры, пирожеский политех, это руководители инновационных проектов, это президентская программа. То есть это образование. Все остальное я считаю повышение квалификации. Ну, какие у вас? Эти корочек, этих корочек, их там. Но я когда начинал с эксплуатации, у меня корочки были как бы повышение квалификации на все. То есть и на газ, и на электричество, как бы и на сосуды под давлением. То есть вообще на все абсолютно направления, которые как бы есть на производстве. Поэтому так как я выходил с эксплуатации, техника безопасности туда же. Но это просто повышение квалификации как бы в части выполнения должностных обязанностей. Последний вопрос. Через пять лет, что будет в идеале с пролетарским заводом? Через пять лет? Да. Все стоят в очередь? Да, наверное. Все заказы расписаны? Я недавно проводил собрание трудового коллектива. И поставил, как бы людям на пять лет, это слишком далеко. Я им чуть поближе поставил задачу. В этом году мы должны выйти на стабильную операционную прибыль. В прошлом году прибыль предприятия, безусловно, была. Но она больше всего момента была связана с писанием старых долгов. То есть это спасибо государству, спасибо управляющей компании, менеджменту пролетарского завода, который был очень настойчив. Значит, для того, чтобы разрублиться старыми долгами. В этом году мы должны выйти на чистую операционную прибыль. Значит, и с этой операционной прибыли раздать определенные внутренние долги, которые у нас остались, в том числе компания Рубин, которую мы должны еще до сих пор денег. Рубин? Внутренний заказчик и партнер, как бы наш замечательный. Вы им должны? Мы им должны. А когда было тяжело, они нам добыли деньги, поэтому мы должны вот эти все вопросы урегулировать. Это в этом году. Будьте на прибыль, как бы есть старые проблемы, как бы рассчитаться там, где мы еще не рассчитались. То есть Рубин это просто самый крупный, наверное, то, что я назвал. Там по мелочам, как бы кое-что тоже еще есть. А в следующем году мы должны за первый раз, уже по результатам следующего года, 2024, мы должны в первый раз честно выплатить дивиденды. То есть вы будете прибыльным предприятием, одно из прибыльных предприятий ОСК? Да. Мы планируем стать предприятием, которое ОСК как бы не создает проблемы, а выплачивает дивиденды. То есть это, наверное, такая краткосрочная задача, которая есть. Но на перспективу мы должны поставить, конечно, все новые продукты и по судовой площадке, и по энергетической площадке и стать уже как бы успешно развивающимся предприятием, которое выпускает новое современное инновационное оборудование. Я еще задаю вопрос. Еще 200 лет надо праздновать, незаметно. Между всем этими событиями, когда через три года, надо не забыть о праздновании 200 лет. Через три года, это хорошо. А расскажите, я обычно спрашиваю, любимое судно, но у вас, наверное, нет такого просто... Я люблю гидроцикл, у меня очень. Я очень люблю гидроцикл. А вы гидроцикл или сзади на лыжах? И то, и то. То есть я могу, могу и так, и так. Поэтому я очень люблю именно скоростную технику, катера, гидроциклы. А когда по рекам не вы катаетесь? Да. По рекам вы брызгаете всех, не вы? Санкт-Петербург. Я не брызгаю, народ. Я катаюсь, но не брызгаю. Прям вот здесь, в Адоносельской верфей, нет? Нет, здесь я стараюсь подальше ехать. Подальше. Хорошо, и расскажите, ну, любимое судно, понятно, но любимое, может быть, какое-то оборудование или какое-то чем-то прям вот гордитесь не потому, что вам дали какой-то орден, а гордитесь внутренней какая-то. Сложно сказать. Ну, мне на самом деле, если смотреть между надводным и подводным кораблестроением, да, как будто мощь и какая-то такая вот гордость в большей степени за подводное наше кораблестроение. Поэтому мне нравятся подводные лодки, вот последняя, которая там присутствовала, там же Белгород, ну, или наша Черная Дорада, Натальские верфи, то есть, ну, смотришь, что вынушают такое уважение. Были на подводной лодке? На подводной лодке, да, конечно. Особенно, когда смотрел, как наше оборудование монтируют. Поэтому мне важно было проехаться, посмотреть не то, как здесь его производят, а как дальше еще идет монтаж нашего оборудования, чтобы потом как бы фактически уже правильно его как бы следить за правильной эксплуатацией. Потому что много всяких сложностей, когда не только здесь производишь оборудование, а когда монтируешь его непосредственно заказы. Поэтому через это, конечно, я пролез. Ну, Нахимов красавец, безусловно, когда мы его как бы в итоге достроим, как бы он тоже достаточно мощный такой корабль. Значит, на гражданских кораблях, ну, на маленьких кораблях, конечно, которые, ну, небольших кораблях, которые строят Выбор, конечно, я тоже пролез. Ну, в плане того, что пролез, посмотрите, что бы я сюда мог еще дополнительно поставлять. Военные, да? Ну, маленькие, нет, рыбаки. А, рыбаки. Советского кораблестроения. Насчет нашей, как бы, интересной подводной лодки тоже. Ну, а так сказать, что вот я прям люблю вот это. Есть какая-то мечта, там, пройтись на чем-то, например? Да, на ледоколе, на Северном Ледовите. Я тоже хочу. Да, вот я еще. Да, надо договориться теперь. Как бы там поменялись. Да. Поменялись некоторые люди. Ну, вот Козилов когда рассказывал, что он ходил, как бы, на Северном Поле, как бы, на своем ледоколе, как бы, но я так, когда по-хорошему, по-товарищке позавидовал. Ну, слушай, я говорю, тоже хочу. Дам целую очередь из людей, кто хочет, всегда, когда идут. Но это не когда ходовые испытания, это, ну, они там по воде идут. Ну, это, конечно, интересно, но не так. Нет, это не так интересно. Да, когда, да. Когда они уже идут в полноценную экспедицию, вот это, наверное, более интересно. Там надо в этом флот звонить. Ну, что, давайте пройдемся по вашему предприятию. Да, хорошо. Спасибо большое за интервью. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok